У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит. Дорогие друзья, здравствуйте! Вы успели перенестись вместе со мной в известное стихотворение Пушкина? Такое ощущение, как будто мы с вами в библиотеке, книжном магазине, либо в творческом клубе. Необычная атмосфера. Мне даже хочется говорить как-то тише, потому что в библиотеке, когда ты громко разговариваешь, всегда делают тебе тссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс кот ученый. Он точно как будто сошел со страниц стихотворения Пушкина. Большой, упитанный кот с мягкой, гладкой шерсткой, большими умными глазами. И, конечно же, он в очках. Он же ученый. Шляпа магистра придает коту еще больше уверенности в себе, такое ощущение, как будто он профессор. Вы можете выбрать покраску, которая вам понравится. Под бронзу, либо цветная. Видимо, прям как будто настоящий кот. Самое интересное, что кот ученый у нас сидит на кипе книг. А надписи на книгах у нас могут быть совершенно разные. Здесь представлены Пушкин, избранные сочинения и так далее. Но поверьте, и кот, и кипа книг может быть в любой покраске, которую вы захотите. И надписи книг могут быть тоже любыми. А теперь возвращаемся к благоустройству тематического пространства библиотек книжного магазина. Естественно, нам понадобятся вот такие комфортные лавочки в виде развернутой страницы книги. Здесь у нас изображены семь гномов. Опять же, сюжет из всем известной сказки. Но покраска, как я уже говорила ранее, может быть любая. Вы заметили, что я с комфортом и удобством расположилась на этой скамейке. А все потому, что она выполнена из стеклопластика, имеет очень прочную конструкцию, выдержит любой вес. А сама по себе она практически ничего не весит. Ее можно переставлять с места на место. Также замечу, что все фигуры, которые представлены в этом видеоролике, выполнены из того же прочного, влагоустойчивого и антивандального стеклопластика. Внутри фигуры абсолютно полые. Кстати, размещать вы их можете не только внутри помещения, но и снаружи. Будьте уверены, что эти модели прослужат вам очень долгое время. Также давайте обратим внимание на фигуры детей. Их тоже можно использовать в декоре библиотеки, либо книжного магазина. Возможно, данный макет станет вообще визитной карточкой вашего тематического клуба, либо какого-то заведения. А самое интересное, как я уже оговорилась, все эти изделия можно размещать и на улице. Оформить детский парк, детскую площадку, какую-то, может быть, тематическую выставку. Все это можно сделать благодаря фигурам от студии Рекламру. Сегодня я вам рассказала про наши новинки, которые ориентированы именно на детей, на книжные магазины, на тематические вечера, на библиотеки. Поверьте, на сайте студии Рекламру вы встретите еще множество фигур, которые можно адаптировать и использовать для декора любых помещений. Также их можно использовать и в рекламных целях. Пора уже заходить на сайт, выбирать и делать заказы. Ну, а я с вами прощаюсь. Я уверена, что вам было интересно. Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. До новых встреч!